Ну, может, на это сбрасывать не надо, потому что отвечать придётся по полной программе перед Богом. Написано, кто будет веровать и креститься, спасён будет. Вы тоже можете оскорбить чувства атеистов, спасибо. Я верю в науку. Так у атеиста какие там чувства? Не буду здесь. Ну хорошо, не убегайте. Посмотрите, закон Божий Бог дал, чтобы люди жили по заповедям Его. Ибо близко вас... Подожди, подожди. Где твои иконы? Ну-ка, покажи иконы. Вы сами из себя должны быть живой иконой. Где? Давай иконы, ты чё, какого-то богохульничаешь. Где твои иконы? Где образ Божий? Где образ Божий-то? А когда обкуренный, то это какой образ? Божий у вас будет? Давай мне образ Божий-то. Подавай мне образ сейчас, как у протопопа вакуума. Подай ему Царство Небесное. У нас нет иконы, да? Я бы тебе показал образ Божий. Мы в храме имеем полно образов и дома. Но не в образах дело, а свой образ. Какой образ Бог дал тебе, а ты бреешь лицо и образ Божий потерял. Подожди. Верите? Бог оставил закон свой, чтобы люди по закону Божию жили. Не вередили друг другу. Иисус Христос воскрес. Вы же... Мы свидетельствуем о Боге, что Иисус был распят и третий день воскрес. Чтобы люди жили для Бога. Да, жили как родные братья. Я христианин, православный христианин. Я благодарю Бога. Да, я считаю. Считаю. Я знаю. Алтайский край, город Барнаул. Мы свидетельствуем о любви Божией. Что Господь возлюбил людей и отдал Сына Своего за нас, чтобы мы жили для Бога. Подожди, подожди, подожди. Вам трудно разговаривать, да? Поэтому можем не договориться. Вы на наш Ютуб зайдите. Ютуб канал называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». Хорошо. Молодец. Слава Богу. С Богом. До свидания. Мы пришли сюда возвестить, что Господь говорит о людях, которые так поступают, как в рулетке. Какой Содом и Гаморра не будет сожжен огнем. Я велико... А кто включил вообще этот... А кто включил вообще этот вообще театр обрядку, а? Вы материться будете или нет? Нет, я не матерюсь. Ну, хорошо. Мы, православные христиане, проповедники, пришли сказать... А кто включил? А кто включил? Покажите мне этого человека. Кого? Ну, а вашего там сына или кого там... Проводника. Мы говорим... Ты же сам не мог включить. Ты же сам не мог включить. Так, потихоньку. Правильно? Я работаю здесь. Где здесь? Где? В интернете. В интернете чем? Уже 12-й год работаю. Как издатель. Как издатель. Но вы не знаете. Можете зайти на наш канал, вы увидите. Мои занятия среди студентов в пяти университетах. Наша миссионерская... А кто кроме тебя в этой комнате еще есть? А вон он пришел, сын. А позовите, пожалуйста, его. Ну, так что, он подойдет и так. По воскресеньям у нас выходят на поездку. Нет, вы же можете его позвать? Можем, конечно. Но он сейчас должен разуться прийти. У нас же зима здесь. Ну, поверьте, у меня тоже. Я спрашиваю, у вас дома такая книга есть, нет? Я еще раз попросил вас. Мы будем с вами о другом говорить. Вот, это кто? Мир вам. Как тебя зовут? Владимир. Владимир, ага. Так, что тут происходит вообще? Что происходит еще? Мы здесь благовестуем в чат-рулетке. То есть, рассказом о Христе, о Боге, о спасении души. Серьезно? Да, серьезно. А кто у человека вообще делает какой-то непонятный колпак вообще на голове? Колпак. Вы скажите, когда безбожники, какой им колпак сатана на голову натянул-то? А это одежда обыкновенная, от холода, от дождя. А можно мне этого человека еще обратно? Володя, ты пошел уже? Да, я пошел. Нет, 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 он там. Володя, можно тебя еще раз? Ну, подойди, Володя, больше, больше, маленько, ладно, чуть попозже от этого выйдешь. Володь. Володь. Да, слушаю вас. Да. Вы, значит, проповедуете Библию, да? Об Иисусе Христе. Именно, да? Да. То есть, вы не в курсе, что, допустим, не переписано как бы вообще? Вы на ходу придумываете. Вам нужно плакать и рыдать, что если Бога не знаете. Умрете, сегодня и в ад пойдете. А вы какие-то слова там выгоняете. Да вам об этом не думать. Я не хочу никаких таких слов. Вообще никогда такого себе не позволит праведник, чтобы вот такие мерзкие слова говорить, чтобы его сдохнуть или там что-то еще. Никогда такого не было и не будет. Ладно. Так. Ну вот, пошел. Мы пришли сюда познакомить с великим откровением Божиим, что Иисус умер и воскрес для нашего оправдания. Благодатью мы спасаемся, не делами закона. Так, а еще что интересно? Интересно. Интересно. Следующее. Когда человеку родиться, и говорят, какая цель жизни? Две ступени. Первое. Надо бы народиться свыше. Евангелие от Яна говорит нам, третья глава. И дальше быть Вадимом Духом Божиим. Послание к Галатам, это к Кремлинам 8-9. Кто Духа Христова не имеет, тот не его. О чем Серафим Саровский сказал. Стижание Духа Святого. Так. Мы строим православную деревню с нуля. Нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Одна деревня на всю страну такая. Погибло 31 тысяча сел. Мы взяли землю, получили статус, построили храм, школу, дороги своими силами. А я здесь, что я хотел спросить-то. А материться тоже нельзя, что ли? Ну хорошо, допустим. Вы думаете, это нормально материться? Библия говорит, за каждое слово гнилое на суде Божьем придется тебе отвечать. И зачем это? Ты сам себя увидишь таким и скажешь, что-то неужели я матерился? Ты сам себя увидишь потом со стороны. Так, и у вас вопросы? У вас вопросы есть о душе, о вечности, о спасении? Вот как вот недовольство высказать? А зачем? Я позавчера смотрел выступление президента Российской Федерации Путина, Владимира Владимировича, перед федеральным собранием. И там отрицательных, которые дизлайки называются, в два раза больше, чем лайков. А я написал тоже. Господь призвал нас не эти лайки собачьи ставить-то, а надо дело делать, молиться. И мы молимся за правителей, за всех в мире. А почему лайков так мало было? Да потому что, они говорят, банда собралась тут, его там такими словами кроют всех, выступают. Ну вы отложите маленькое драгоценное ваше кушанье. Поговорим, потом доедите. А что, у вас слюна потекла? Ну нисколько даже. Мы молостные не едим, нам это не нужно. Нашим уже, потому что на столе у нас люди смотрят, когда они уделят, у вас всё своё, я всё своё. Мы пруды... Ну что, мне не мешает, а вам что мешает? Нет, не мешает, просто вы уходите с головой, я вас не вижу, с кем разговаривать. Нет, я наложил. Ну ладно тогда. Так, я вам дам ключ к встрече нашей. Вы запишите его. Игнатий Лапкин, это моя фамилия и имя. И в скайпе вы меня сразу найдёте. Я скину вам свои ресурсы, которых нет в интернете нигде больше. Запишите Игнатий Лапкин. В скайпе, в скайпе. Как? Игнатий Лапкин. А слово ЛАУ? Игнатий. Игнатий Лапкин. Игнатий. Игнатий? Игнатий. Да, вы можете в Ютубе зарядить сейчас, во свете Библии называется наш канал. Такого канала нету больше нигде, как наш. Такая насыщенность. 20 тысяч роликов наших. Сейчас найду. Да нет, наверное, уже никак. Я ждать не могу больше. Вы просто на меня выходите где-то. А так сейчас ещё буду сидеть, слушать чавканье. Не надо мне это. Игнатий Лапкин. Да. Город Барнаула, Тайский край. Мне 81-й год. А, нашёл. 45 тысяч подписчиков. Да. А общий просмотр 45 миллионов. Угу. Вам будет очень интересно посмотреть там. Это там не какая-то отвлекающая дорожка. Там настоящие ответы студентам, которые я давал в университетах. Всё там есть. Наша миссионерская поездка 120 тысяч километров от Барнаула до Владивостока и потом до Лиссабона. Что вам не подписаться? Вас как звать-то? Николай. Николай, значит, победитель. Интересно, Владимир Владимирович Маяковский говорил, пусть с фронта борьбы поступают сводки, что вышли победителями из боя злого. Не выпито ни единого стакана водки, не сказано ни единого бранного слова. Кому? Маяковский сказал, ко всем людям. Не, а вот смотри, вот там раздражение, да? А что, нельзя матом рубнуть, что ли? Всё, до свидания тогда. Слава, слава. Мы пришли возвестить великую радостную весть, что Иисус умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. Чтобы, веруя в Него, мы имели жизнь вечную. Не с сатаной в огне горели, а были с Богом в раю. А кто не будет веровать, осуждён будет, пойдёт в гиену огненную. Мы пришли сюда сказать людям это. Да. Понятно. Мы пришли с великой радостной вестью для всех людей, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нём. Евангелие от Марка написано, кто будет веровать и креститься, спасён будет. Кто не будет веровать, осуждён будет. В гиену огненную пойдёт, а не в рай. За гробом начинается новая жизнь. И будет суд Божий. Когда все воскреснут до единого человека. И будет решать только один вопрос. Верили ли во Христа и жил ли по его заповедям? Никакой религии более не будет. А спаситель, с которым мы жили, мы с ним и будем. У вас вопросы есть какие? По душе, о вечности? Нет. О судьбах мира? Нет, я ещё бы послушал. Ну, я вам что могу сказать. Если вы живёте в Российской Федерации, вы можете пойти в любой православный храм и спросить Библию. Если нет, хотя бы Новый Завет. Если Новый Завет, хотя бы Евангелие. Я могу вам дать ключ к нашей встрече, где я буду отвечать на все ваши вопросы. Называется Игнатий Лапкин, это я, и Игнатий Лапкин по скайпу. Вы меня сразу найдёте. Я один на интернет на весь. Игнатий Лапкин. А если пожелаете сейчас сразу узнать, у нас большой Ютуб-канал. Называется «Во свете Библии Игнатий Лапкин». 20 тысяч роликов наших. Более богатого канала нету во всём интернете. Спасибо. Вам будет очень интересно, как мы деревню православную строим с нуля, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. У нас ни одного мата нету, ни одного аборта, ни одного развода. Нам есть что показать. Это как город на вершине горы. Ну, это хорошо. Вы вот можете, если пожелаете, зайти в скайп и встретиться. Я вам все ресурсы скину. Да я так посмотрю. Ну, вы оцените потом. Дальше эта встреча у вас ни с кем не будет, чтобы так люди могли вам на каждый вопрос ответить. Спасибо. Там у нас сейчас выставляется главный вопрос, который мне студенты задавали в пяти университетах. 4124 вопроса. Каждый вопрос отвечает, что по нему говорит Библия, что говорят святые отцы на этот вопрос, это 300 томов, что говорят каноны церкви, 719 правил, и что говорят жития святых, 1173 биографии, и поэзия мира, 20 тысяч стихов. Равных нашим книгам нигде нету. А их у меня вышло 38 томов. Вам было бы очень интересно. И это делает благодать Божия. Это живой Господь помогает. У меня нет на это ни образования, ни такого гуманитарного. Я просто прислушиваюсь к голосу Божию. И Господь даёт. Мы православные храмы, открытые везде. А Евангелие не знаешь, Христа не знаешь. А не зная Христа, ты погибший человек. Мы спасаемся не делами, а благодатью, что он умер за нас, кровь пролил. Страданием на кресте меня он искупил. Понимаете, здесь редко встретить, как вы, человека, чтобы был не голый, не обкуренный, не матерился. Это тоже чего-то стоит. Я сказал, Господи, ещё одного, пошли, сейчас хороший перед нами был молодой человек. Вас как звать-то? Даниил. Даниил? Знаете, точного перевода не даётся, но с последней буквы говорят, что вы Божий. Я не знаю, посланник Божий или как. Ил – это Бог. Если говорят Михаил, в конце Ил, никто как Бог. А если Ил и я, Илья. Первый Ил – это значит Бог, моя крепость. С еврейского. Это в нашей транскрипции. Ну что, Даниил, прощаемся. До свидания. Храни вас Господь. Заходите по скайпу Игнатий Лапкин. Сейчас.